записки на ходу довелось мне тут на медне одновременно посмотреть два фильма очень контрастные одесса и т-34 одессу давно хотел посмотреть т-34 тоже было любопытно посмотреть чего уж там так ходят после 1 одесса первое время после просмотра я ему хотел выставить самые великолепные оценки называл его гениальным по всем параметрам ну особенно конечно игра актеров ирмольника розановый или розановый не знаю точно вот эта атмосфера еврейская атмосфера одесска еврейская в нее веришь и играют они конечно великолепно и во первых мне казалось что это фильм гениальный правда потом я немножечко подумал вот прошло время два дня и я все-таки отыскал там так сказать слабые звенья что называется первое что я подумал наверное не тянет на пятерку с плюсом это сыганов уж очень он одинаковый во всех фильмах и тут тоже хотя и тут он где-то в некоторых моментах что-то там проявляет какие-то эмоции даже тут даже в этом фильме но все равно вот его одинаковость она конечно поражает это кстати говоря иду по центру иркутска улица карла липних вот такое тут у нас освещение вот такой у нас центр города ну привыкайте я то я то здесь родился поэтому мне тут кстати говоря где-то кто-то недавно спросил белья писал живу на каторге ну а где еще ну это самое что на есть центр север это столица каторжного края но сейчас может быть посветлее вывезли цыганов ну настолько везде одинаковые ну не знаю я вообще с трудом понимаю вот это вот актерское такое амплуа везде быть одинаковым хотя много таких актеров было мы знаем и михаил ульянов ну ладно не буду я перечислять потому что могу ошибиться не все уже были прям вот совсем такими везде одноликими цыганов за счет своей вот это это какой-то странный фактуры универсально что ли он может практически не играть да у меня такое впечатление но здесь в одном месте он где-то как-то так это все-таки что-то проявил себя как эмоциональные какие-то там у него были по первости я его записал самое слабое звено потом поразмыслив вот прошло время вот правильно говорят что не надо выплескивать сразу все свои эмоции не надо все это сразу говорить потому что подумалось подумалось посмотрел подумал ну потом меня царапнуло в этом фильме вот это поначалу непонятная ситуация с кораблем ну такой вот корабль дураков пир во время чумы а по сути дела это такой номенклатурный зоопарк заповедник куда я попрятались от чумы все ну новориши по-нашему или по-нашему богатые люди номенклатурщики и так далее что-то в этом я увидел не совсем как бы сказать то чтобы честно не верю не верю это сегодняшний взгляд вот это богатые сейчас так поступают хотя я допускаю вся партийная номенклатуры конечно себя вела примерно так же всегда во все времена и тем не менее вот это вот такая заметная антисоветская нотка там есть ну а что делать она была так или иначе все это очень хорошо завязывает политику и частные судьбы ну в основном еврейские ну такова адрес такова россия ну короче говоря я все это назвал гениально правда потом я все-таки подумал что вот эта тема сорокалетнего мужика его взаимоотношения с ним веткой а ведь это беспроигрышная тема такая она достаточно избитой не избитой но это ход то ход то такой он не совсем чистый скажем тогда и я потом только вот понял сейчас почему мне весь фильм было какое-то ощущение неуютство какого-то такого чего-то как будто бы вот мне не совсем было прилично это смотреть как будто я подглядываю в замочную скважину столь и ну вот вообще это я сейчас придираюсь вообще вообще к фильму звуку к операторской работе звукооператорской к игре актеров да и вообще если брать фильм целиком то он на пятерку с плюсом тянет но там вот есть несколько минусов о которых я сейчас сказал фильм безусловно все-таки оставляю за ним название гениального за последние годы в российском кинематографе я даже такой честно говоря фильмы припомнить не могу такого уровня который как бы вот так меня обрадовал ну и фильм 34 господи это же надо вот актеры то там вроде бы как бы стараются но говорить о нем серьезно настолько же глупо наверное насколько его смотреть и тем не менее я знаете я отправлю вас его посмотреть чтобы видеть вот апофеоз коммерческого хайпового кинематографа во первых все время не оставляет ощущение что это какая-то компьютерная игра ну там огромное количество компьютерной графики она видно это видно это понятно вот эти вот эффекты летающих этих снарядов они уже настолько надоели на них так уже делается акцент короче эффекты 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 какие-то оскаленные рожи а логике в этом фильме говорить нельзя вообще короче если вы его будете смотреть попробуйте отключить мозги вообще потому что каждое движение каждый жест любое действие как актеров так и сюжетные все эти развития которые там происходят реальность и сюрреальность событий все настолько низкопробно и что этот фильм стоит посмотреть что посмотреть чтобы посмотреть и так вот увидеть наконец что нельзя сделать хуже я вот думаю но но ведь деньги же платят тратят актеры играют собирают какие-то массовки стараются изначально вот уже изначально было понятно что это мыльный пузырь не знаю я не могу придумать плохого и пить соответствующую вот этой вот дурости который показали в т-34 вот такие дела странно но оба фильма рекомендую посмотреть первый чтобы все таки насладиться игрой актеров посмотреть и провести эти там два или три часа времени с огромным эстетическим удовольствием пользой для ума поводом для раздумий насладиться игрой великолепной игрой ермольника и вообще так всему слаженному этому коллективу но второе ну посмотрите может быть он вас даже захватит там все равно хочется узнать о чем все это кончится ну конец там как говорится всему делу венеции то как там фильм заканчивается это вообще уже полный как там немцы кают конец пинцет и так далее ужас 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 два фильма одессы и т-34 это два контрастных явления в нашей жизни нашем кинематографе первый говорит о том что все-таки что-то можно делать в наших условиях что для этого нужно но не знаю искренность талант видимо а у второго фильма я даже и не запомнил режиссер и слава богу зачем это нужно ужас просто ладно все долго говорю всего доброго я домой а ну шо кончились фрыцей на наш век хватит что с танком делать будем пол бака горючего врагу не отдадим послесловие монтировал сейчас эту свою рецензию мини рецензию то ну снова там взглянул кадры этого 34 мне было интересно знать кто все же режиссер но режиссер бог с ним молодые пацаны видимо я не знаю кто делает эту ерунду но меня то больше поразило что это фильм студии 3t вот для меня было это вообще это же михалков господи ну я у меня еще были остатки уважения к михалкову режиссеру за его предыдущие там фильмы там 20-летней давности конечно его эти все компьютерные игрушки а его все эти военные последующие вот эти вот последние фильмы там это все там ну ерунда вот этого солнца вторая серия издевательство его какое-то надо истории вот он так красиво все говорит да и так все странно делает в том числе и вот этот фильм оказался ты собственно творение под его эгидой сделан я уж не знаю какую роль там принимал сам маэстро но то что это подписано как бы его брендом говорит о многом и прежде всего говорит о том что там с михалковым что-то происходит у него что-то с головой видимо если он снимает сейчас вот такие фильмы и при этом говорит очень красивые речи о патриотизме о культуре и так далее то есть такое несовместимость какая-то странная делать вот эту вот ерунду вот такую вот чудеса и еще походу я тут нашел есть такой молодой человек очень талантливый кинокритик ну вы найдете я ссылочку да собственно всю ерунду которую у нас показывают можно в общем то не смотреть а смотреть его обзоры для этого достаточно он на хорошие фильмы не делает рецензии а вот высмеивает и великолепно всю глупость нашего кинематографа оказывается у него там есть обзоры на этот придурочный фильм т-34 так что можете посмотреть меня можно не смотреть пока сегодня 7 ноября это знаменательная дата но об этом я скажу позже